Валерий Курас Брайан Мэй родился 19 июля 1947 года в небольшом городке Хэмптоне, что находится юго-западнее Лондона. С раннего детства, по настоянию родителей, Брайан начал заниматься музыкой. Он учился играть на фортепиано и достиг довольно неплохих результатов, хотя игру на этом инструменте ненавидел всей душой. То ли дело гитара. На семилетие отец подарил Брайану испанскую акустическую гитару. С этой гитарой Брайан практически не расставался. Позже он переделал ее так, что она стала звучать наподобие электрической. Кстати, эту старушку-гитару мы можем увидеть в руках у Брайана Мэя в клипе Queen на песню Headlong. Следующую гитару Брайан с отцом сделали сами по чертежам Брайана. Полтора года упорной работы ушли на ее создание. Гитара получила название Red Special, то есть красная специальная. Она же The Fireplace – камин. Дело в том, что гриф Red Special изготовлен из каминной доски красного дерева. Наилучшим медиатором для гитары стала шестипинцовая монета. Она позволяла получить оптимальное звучание. Кстати, на Red Special Брайан играет и по сей день. Первая группа Брайана Мэя называлась 1984-1984 по названию фантастической книги Джорджа Оруэлла. Первый концерт 1984 состоялся 28 октября 1964 года в Твикинхнеме. Группа просуществовала до весны 1968-го. Позже вместе с будущим барабанщиком Queen Роджером Тейлором и вокалистом Тимом Стаффелом Брайан организовал группу Smile. Они много гастролировали, но альбомов не записывали. Затем была группа Queen. Итак, 6 ноября 1998 года. Дворец культуры Ленсовета. Показ фильма Queen, который должен был предшествовать выступлению Брайана Мэя, не состоялся по техническим причинам. И вскоре на сцену вышел некто, одетый а-ля Элвис Пресли. Представлен он был как родственник Брайана Мэя из штата Теннесси. Задние ряды зала кричали и топали ногами от возмущения, а передние с радостью жали руку этому странному субъекту. Они-то, стоящие впереди, узнали в нем переодетого Брайана Мэя. Да, это была шутка. Спев одну песню в таком наряде, Брайан Мэй удалился, а вместо него вышел некто в таком же костюме и, попоясничав чуть-чуть на сцене, объявил, Брайана Мэя. Шоу началось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, 30-летний стаж на сцене не помешал Брайану Мэе все так же уверенно отправляться в турне и собирать стадионы восторженных поклонников, среди которых и те, кто вырос на этой музыке, и те, кто открывает ее лишь сейчас. А самым лучшим опровержением и слова, что рок-н-ролл мертв, послужит реакция зрителя.